итак сегодня у нас группа в которой 1 2 3 4 5 6 7 7 мужчин и 1 2 3 4 4 женщины и я между всеми да то есть у нас все-таки в принципе получается сегодня больше будет сом сексуальное собаяние мужественность будем разбирать потому что все-таки девочек меньше итак почему так важна сексуальность расскажу вам на собственном примере 2007 году в конце седьмого года я при поняла что даже больше наверно в 2009 уже уверовалась в это до конца я поняла что духовность и сексуальность несовместимы на тот момент не было такое понимание и я помню как я для себя решила что я ухожу в целебат целебат чтобы люди понимали это полный отказ от секса и я приняла решение что типа сексуальность и духовные практики они несовместимы и ушла в целебат в итоге что происходило несмотря на то что моя денежная емкость прокачиваться несмотря на еще на что-то энергии не хватало дело в том что еще до 150 250 тысяч человек может зарабатывать если он не реализует свою сексуальную энергию так скажем нашу вторую чакру правильно и когда я приняла что сексуальность это хорошо это не значит что нужно сразу бежать и со всеми спать слушайте дальше вот блин катя сексуальность это совершенно про другое дело в том что в нашем мире вообще что делали за более взрослое поколение типа лёша помни да то есть как бы считалось что сексуальность это плохо по сути да ну среди женщин по крайней мере это культивировал среди мужчин тоже конечно было что типа наоборот дати чем больше ты с большим количеством ты переспал типа тем лучше то есть у нас что делали нас либо говорили что секс это плохо для того чтобы человек испытывал стыд и не занимался сексом либо переводили это в похоть в похоть когда культивировалась наоборот что чем больше у тебя партнеров тем типа ты круче ты лучше и то и другое это не есть сексуальность это есть суп так скажем закрытие нашей настоящей сексуальности потому что похоть это сущности по сути вот ваня у нас как раз человек разбирающихся в сущностях вот скажи пожалуйста ты сущность похоти видел до суккуба инкуба а скажи пожалуйста вот сколько ты сейчас видишь здесь суккубов инкубов вот в этом поле ты так не видишь но вот я сейчас вижу что здесь 33 сущности то есть три человека из этого пространства сейчас имеет сущность похоти то есть имеет сущность похоть и она вроде бы кажется что это сексуальность но на самом деле это подпитка совершенно другого уровня получается потому что сексуальность настоящий она дает энергию а похоть она забирает энергию ну я думаю вы понимаете к среди у нас есть один к на которого не будем показывать пальцем и вот это очень важно понимать что когда мы удалим вот эту энергию потому что смотрите когда есть сущность похоти что происходит человек занимается сексом но вся эта энергия идет не ему во благо а сущности то есть понимаете и это очень важно понимать что тогда получается смысл заниматься сексом если ты не получает не получаешь никакого профита для себя чисто кроме износа своего физического тела то есть понимаешь то есть при том уровне секса который есть у архана он должен быть блин не знаю супер богатым чуваком потому что сексуальная энергия она реально дает огромный рост поэтому вот это очень важно понять что когда у нас есть сущность похоти это не сексуальность дальше был если есть блоки стыда например да то есть как бы но вот что такое стыд лер что такое стыд что в твоем понимании стыд когда никто не видит век в твоем понимании что такое стыд когда есть есть люди и общество которые тебе как-то ну вот у каждого разное понимание стыда то есть есть вещи которые для тебя норма для других не норма и ты понимаешь что определенные люди считают вот так если ты сделаешь как ты хочешь а для них это не норма это будет стыдно архан что такое стыд никитоз это реакция на ситуации личности которые по его субъективному мнению они вкладываются в норму но вот например давайте я сейчас вас всех быстро прочекаю да то есть в тебе стыда 20 процентов да в лере нет стыда но в лер без стыжей тебе 60 процентов стыда сабина в тебе 20 процентов саш 50 процентов стыда лёш тоже без стыжей век 20 процентов архан 5 процентов никит без стыжей артемушка 40 процентов катя 60 вы с андреем два сапога пара да 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 вот что такое стыд это по сути если брать тоже сущность своего рода да то есть которая тоже питается и по сути именно она создает те ситуации те реакции и то желание после которого тебе стыдно ну например у меня был клиент который говорил блин мне так стыдно но я вот мастурбирую только вот на таких вот женщин да то есть но мне от этого стыдно а желание на других типа не возникает почему когда мы изъяли у него эту сущность у него ушла тяга именно к такому так скажем объекту понимаете или на его или на бывает такое что ну вань как ты думаешь какие у тебя блоки стыда и у тебя их немного но какой у тебя еще остался не умничай бляха муха давай начнем с того что это опять ты говоришь на следствие вань так хорошо без лозунгов без лозунгов да какой у меня остался стыд не принятие своей сексуальности не знаю я буду гадать много я знаю что у меня болит я все тебе говорю больше ничего не болит больше ничего не болит хорошо скажи пожалуйста мне идет что это больше из определенных догм да которые были наложены на тебя в детстве да причем я думаю что это связано с тем что опять не было папы да как ты сам говорил и какие-то проявления ты считаешь своей ну своей сексуальности что это неправильно но на самом деле это нормальная реакция мужчины они бывают разные да то есть как бы да как будто это неправильно потому что ты смотрел на сексуальности со стороны с точки зрения женщин то есть ажи женские реакции до сексуально они другие и поэтому у тебя когда происходит проявление по мужскому типу да тебе кажется что это не хорошо понимаешь вот о чем речь андрей как ты думаешь какие у тебя блоки стыда откуда я не я вообще бесстыдный я не знаю какие они могут быть из детства то есть когда ты например смотришь какие-то сцены да то есть как бы не знаю когда при тебе люди там слишком сильно целуются зажимаются или еще что то тем может быть неприятно ты что это стыдно заниматься, например, сексом прилюдно. Что это стыдно. Я не говорю, что это норма, но я и не говорю, что это стыдно. То есть хотят люди заниматься сексом прилюдно, пускай занимаются, главное не при мне. То есть не в моем поле. А так, что хотят, пусть делают. Вот если собралось общество, например, свингеров, которые наблюдают, им классно, да ради бога. Для меня это не стыдно. Нет, у тебя есть вот именно, ты сам походи, посмотри, да, то есть испанский стыд, ну так это тоже постыдно, то есть тебе стыдно, например, вот сейчас, предположим, что Сабина твоя девушка, да, и она, например, будет себя вести слишком развязно, сексуально, тебе будет за нее стыдно. Вот, это блоки стыда, понимаешь? Так, а все, что называется шпанский стыд, ты сегодня понимаешь в себе? Конечно, конечно, то есть ты не разрешаешь себе, например, быть таким развязным, сексуальным, и кажется, что это ненормально, но мы говорим сейчас именно про стыд сексуальный, мы не говорим сейчас там как бы про интеллектуальный, про там, не знаю, и этика, и норма, да, то есть мы не говорим сейчас про вот эти вот моменты. Сексуальный испанский стыд. Сексуальный испанский стыд. Ну, например, тебе же может быть стыдно, если твоя мама начнет вести себя более там как-то с мужчиной, и при тебе будет что-то делать. Я сразу представил самые роковые. То есть тебе стыдно за это? Ну, наверное, да, будет стыдно. Ну, вот, то есть как бы, потому что ты не разрешаешь в твоем понятии, мама, она не женщина, она, типа, не имеет права. И очень часто, кстати, такое происходит у многих людей, когда вот одна из частей стыда, это то, что вы для себя не разрешаете своим родителям иметь сексуальную личную жизнь. Ну, по Фрейду все мужчины хотят своих мам. Но не все. Ты хочешь свою маму? Фрейда вообще, если послушать, там очень супуская. Я думаю, что, Никит, ну я не вижу, чтобы ты хотел свою маму, если на знание. Ну, я без стыдно могу сейчас, что нельзя. Мама услышит. Это получается осуждение стыд. По сути, это одна часть, когда тебе ты осуждаешь, но еще бывает и, знаешь, не только осуждение, не только оценивание, не только критика, да, то есть это стыд. Ну, вот, допустим, про маму я вот сейчас накопала, что у меня стыд за маму. Я понимаю, что это ее жизненно, как хочет, так и живет. Это получается какое-то осуждение непринятия. Непринятие, ну и вообще, знаешь, невидение в ней личности. То есть, как будто бы она должна быть только мамой. То есть, ты ей не разрешаешь выйти за рамки одной роли. Своих каких-то рамок, да? То есть, я, например, четко понимаю, моя мама, это в первую очередь женщина. И я в 12 лет, когда она выходила замуж, и моя сестра не хотела этого, а я наоборот сказала, что мам, ты женщина, да? То есть, ты должна иметь мужчину, который жить в любви. Потому что мы вырастим, а ты останешься одна и будешь винить нас. И я четко понимала, что мама, в первую очередь, женщина, которая имеет право на личное счастье. То есть, у меня это было понимание еще в 12 лет. То есть, я ее не отождествляла, что она должна быть только моей мамой и играть только роль моей мамы. Чаще всего за родителей нам стыдно, когда мы их загоняем в рамки одной роли. То есть, вот это вот, пожалуйста, тоже посмотрите. Вот, Саша, у тебя, скорее всего, вот такой стыд тоже присутствует, что ты, возможно, пытаешься маму загнать в одну роль. Подумай над этим. Вот. Когда вы начинаете разрешать своим даже родителям быть разными, у вас не возникает чувства стыда, да? То есть, не возникает чувства какой-то неловкости. Вот этот момент важно понять. Что у нас блокируется либо похотью, либо когда у нас есть какие-то еще рамки, убеждения, что секс может быть такой или такой. Вот здесь с вами проще в этом плане. Потому что вы все-таки более все молодые. Ну, что, тебе сколько? 27. 31. 31. 27. 18. Ну, Саша, ну, правда, тебе сколько? 30. 30 же, да? Ну, Леша тоже, можно сказать, 18. Вик, 30. Архан тоже, да, 35 получается. Никите вообще 24. Артемушка сколько? 27, 28? Артемушка. Здесь собрались люди, которые, в принципе, все-таки более уже раскованные. Ко мне очень часто приходят на СОЖ женщины, которым за 40, за 50. За 18. За 18, да, можно сказать. Далеко за 18. Так вот, и у них больше вот этих блоков стыда. Я же рассказывала, как однажды я давала задание рассмотреть свою вагину, да, рассмотреть свою Йони. И у меня огромное количество женщин на этом сыпалось. Они не могли, я продлевала на 2 недели курс, пока они не сделают домашнее задание. Я ставила на стоп. Нет, нужно было посмотреть и описать свои чувства и эмоции. То есть, очень много женщин, которые даже ни разу не смотрели, не рассматривали, не любовались своей Йони, своей вагиной, да, то есть, как бы, как это ни назови. То есть, у мужчин такой проблемы нет. Вы со своим другом общаетесь каждый день и не по разу, да, то есть. То есть, а у женщин это более такое, вот, да. И, опять же, вот это непринятие своей женственности, своих женских гениталий, например, у женщин часто блокирует тоже сексуальную энергию. А она очень важна. Дело в том, что, как бы то ни было, но именно сексуальная энергия направляет и наполняет. То есть, вот этот момент такой важный. Но что же такое сексуальность на самом деле? Под словом сексуальность стоит абсолютно не секс. Что такое сексуальность? Ну, Лера знает, я думаю, да? Ну, я тебе уже много раз это говорила. Да. Вик. Сексуальность это, ну, может быть, какие-то качества вместе, как обаятельная женственность. Нет. Мне очень близко вот это понятие полиенко про сексуальность. Наполненная энергией. Нет. Саша, что такое сексуальность? Неважно, в женщине или в мужчине. Совокупность качеств, которая привлекает противоположный пол. Нет, тоже. Да, но нет. У тебя уже следствие. Ты все время говоришь следствием. Ты почему в причину не идешь? То есть, смотри, вот ты занимаешься сущностями. Да, мы в дальнейшем с тобой. Ну, как бы, ты много чем занимаешься. Одна из разновидностей, это, как бы, очищение от сущности. Но даже взять, почему сущность появилась? Это как раз то, к чему я пришел, к чему я сейчас занимаюсь. У меня был первый опыт, когда я не боролся с ней, я просто поговорил, и мои разговорчики. Вот, я тебе про что я говорю, что сущность это, по сути, следствие. Порча это следствие. Все есть следствие. Нужно искать причину. Я всегда за то, чтобы найти причину, почему то или иное действие произошло. Почему те или иные последствия в нашей жизни есть? Почему, например, появляются жертвы, появляются тираны? Почему? Что? Да, то есть, как бы. Я когда-то первый раз, когда услышала это выражение, я была очень несогласна. Меня рвало и метало. Я говорила, нет, это хрень собачья. Когда говорили, что каждая жертва сексуального насилия сама привлекает своего насильника. Мне было это очень неприятно, слышать, как человеку, пережившему, да, это. Почему же? Я типа, ну как это так? А на самом деле так оно и есть. Как только у женщины начинает идти мужская энергетика, как только женщина начинает неуважительно относиться к мужчинам, как только она начинает полностью, да, то есть, идти против, так скажем, своей природы, ей для того, чтобы ее охолонить, посылается такой насильник. И мне было, конечно, это неприятно, но я когда потом смотрела по людям, а у меня был большой пласт насилия, вот когда приходили ко мне жертвы насилия, задастся, конечно, актуальный вопрос, а почему дети переживают насилие? Но с детьми там более глубокая тема, это нужно разбирать более подробно, связано оно с родителями, с прошлыми жизнями, с кармой, да, и всем прочим. Но почему же у мужчин возникает желание, тоже насилия, да, то есть, что в них? Там другой немножко механизм работает. Как вы думаете, почему у мужчин возникает желание насилия над женщиной? Так, это все понятно, что доминирование, показать силу, еще что, еще, давайте, давайте. Скучно? От такой, от скуки пошел, пойду я изнасилую, потому что мне скучно. Там какие-то отклонения, скорее всего, мне кажется, может быть, травмы из детства, что такое? Скорее всего, здесь есть ряд совокупностей, то есть, порядка десяти причин, которые могут быть разными, у каждого насильника она разная. Кто-то идет, потому что его мама была с мужской энергетикой и подавила его, да, то есть, почему говорят, что мамы не имеют права ни ругать, ни бить мальчиков. Запомните, женщины, что вы воспитываете, если мальчика, вы не имеете права его ни ругать и ни бить. Потому что, что происходит? Всегда два есть только случая. Либо он пойдет против вас, да, то есть, и будет, как бы, бунтовать, так скажем, да, и в итоге он уйдет от вас быстрее, да, то есть, потому что, либо ему надо вас сбить, ну, так скажем, либо надо сваливать от вас. Сейчас, подожди, и второй момент, либо вы сломаете его, и очень часто мамы ломают мужчин, а потом удивляются, то есть, когда мама хочет, чтобы мальчик делал то, что она хочет, через силу, она его ломает, то есть, мама с мальчиком всегда должна договариваться, всегда должна идти через ласку, через нежность, через именно просьбы, а не через то, чтобы она его ломала. Понимаешь? Вот тебя пытались сломать, и в итоге что произошло? На какой-то период времени ты присутствовал и отсутствовал. Ну, то есть, знаешь, что такое присутствовать и отсутствовать? Ну, как бы, ты вроде бы здесь, но при этом тебя нет. То есть, твое физическое тело было с мамой, но все твои мысли-думки улетали куда-то далеко. Потому что у тебя был выход либо сломаться, либо уйти куда-то в свои грезы и миры. Правильно? И сейчас тебе очень еще тяжело, ты сейчас возвращаешься в настоящую жизнь, но привычка вот эта, она осталась. Поэтому никогда не выбирай себе женщину, которая повышает голос, которая, как бы, пытается тебя, там, ну, как бы, командовать тобой или стукнуть тебя, там, ну, не знаю, даже в шутку. Но бывают женщины, бывают всякие женщины, поверь мне. То есть, твоя задача найти себе ту женщину, которая будет через доброту и ласку брать от тебя все, что она хочет. Ну, ты здесь уже будешь добровольно выбирать, отдавать ей. Иначе что происходит? Когда мужчины в жизни уходят, и они вроде бы живут семьей. Замечали таких? А при этом их в семье-то и нет. Почему? Потому что когда-то вначале их так мамы долбили, и они уходили в мир свой, да, там, подсознание, сознание, неважно, там, куда-то в будущее. И потом, если они выбирают, а притягиваемые, опять же, то же самое, что не проработали, даже в семье мужчина тоже пытается сбежать. Сбежать от этой реальности. Поэтому мамам вообще нельзя, если они не хотят подавить или вообще сломать мужчину. Да, мальчика нельзя ни бить, ни ругать, нужно с ним договариваться, нужно с ним идти через нежность, любовь. Где-то можно даже маме поплакать перед мальчиком. Это, ну, не постыдно, да, то есть перед своим сыном поплакать, сказать, ну, я же девочка, да, то есть мне там тяжело. Ну, не так сильно, знаешь, это, она-то быстро уйдет, чем, знаешь, если она его будет бить и ломать. Понимаешь? Что же такое сексуальность? Что же такое сексуальность? Это доброта, выраженная в глазах. Это желание идти в новизну. Это определение Полиенко, но я его расширяю еще больше, да, то есть как бы и объясняю, что же такое это. Потому что именно блеск в глазах, вот этот вот драйв, желание жизни, это и есть, по сути, сексуальность и в мужчинах, и в женщинах. Когда ты смотришь на снулую рыбу, тебе ее хочется? Нет. Почему у Леры большая компания и очень много мужчин, которые испытывают к ней сексуальный интерес? Да потому что у нее блеск в глазах, она в новизну идет постоянно, она именно драйвовая такая, постоянно, ну, что-то вот хочет, делает, да, то есть согласен, Никита? Есть, совсем. Артемушка, Андрей, да, вот у нас много мужчин, которые как бы в принципе видят в ней женщину, правильно? Почему? Потому что именно желание идти в новизну, которая у нее полностью развита, да, именно, но это же и чересчур у тебя развитое, оно отталкивает от тебя, понимаешь? Потому что должен быть баланс во всем. Почему я тебе сказала, что тебе нужна рутина определенная? Слушай, я почекала, и у меня есть какие-то такие, типа, привычки, которые я делаю регулярно, не знаю, это, я считаю, что это какой-то более рутинный какие-то момент, какие-то разряды, что... Ну, какие, например? Ну, я, например, люблю завтракать, когда я работаю, в одном и том же месте одно и то же блюдо, я прихожу, и мне нравится, что я только на пороге, они мне такие, тебе как обычно, да. Это с работой связано. Нет, это с завтраком. Это с работой связано. Ты завтракаешь именно во время работы так. Потому что для тебя, чтобы устаканиться в работе, нужны ритуалы. Это, как, знаешь, у хирургов, проверить, помыть руки, да, то есть он помыл руки, а он готов к работе. Точно так же, как, например, в детском саду обнять ребенка, там, подготовить что-то, это тоже такая рутина, чтобы подготовиться к работе. У тебя, по сути, это вот то же самое. Сейчас в больших компаниях делают так, включают определенный жанр музыки, чтобы выработать такие... Да, да, потому что нужны, чтобы человек включался в это состояние. Понимаешь? Поэтому у тебя это вот, ну, рутина, которая тебе помогает настроиться на рабочий лад. Но это только с работой. Ну, окей, ну, я же так начала. Ну, у меня есть, например, не знаю, мне нравится, одно место, допустим. Это тоже лаундрия, допустим. Езжу постоянно в одном, потому что мне нравится, что меня там знают. Вот, и... Слушай, но я не говорю о том, что у тебя совсем этого нет. То есть, но у тебя перекос все равно в новизну. Ты не успеваешь эту энергию новизны реализовать в жизни. Энергия новизны заходит, но так как ты дальше ее, ты ее вместо того, чтобы взять, устаканить и спустить ее, чтобы она устаканилась, ты бежишь дальше в новизну. Ну, например, вот возьмем даже вот, ты начала там, ну, как бы организовала первый ретрит. Вместо того, чтобы устаканить и подумать, а как я еще могу ретриты организовывать, да? То есть, как бы, ты поскакал в новое направление. Понимаешь? Новизна, 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 новизна. Ну, например, окей, про организацию. Я начала делать просто какие-то вечеринки, а потом мне просто начали просить делать дни рождения. На меня полгода будут сплошные дни рождения. Я делала просто дни рождения. Окей, хорошо. Ты хочешь чего добиться? Нет, неинтересно просто. Ну, я просто не могу понять. Я тебе могу сказать так, что у тебя гипертрофировано на 20% новизны, которую ты не успеваешь заземлить. То есть, если, предположим, у Артема наоборот не хватает этой новизны для того, чтобы было больше энергии. Ну, короче, я поняла. У меня больше стабильности. Тебе нужна стабильность. Я обычно, наоборот, всем говорю, что стабильность это плохо. Зацепка за стабильность это все. Это деградация в основном. Но в твоем случае определенная, какая-то вот ровность должна быть. Так же, как и у тебя, Никит. Определенная ровность должна быть. Иначе хотя бы тогда по двум-трем сферам. Тебе хотя бы три сферы сделать себе, где есть ритуалы, где есть какие-то определенные моменты. И тогда у тебя вот это вот желание идти в новизну, при том, что ты понимаешь, что консервативен. Ты даже в новизну идешь через консерватизм. Ты выбираешь ту новизну, которая тебе, например, дает адреналин. Это тоже консерватизм определенный. То есть, понимаете, о чем я говорю? Вот это очень важно понять, что сексуальность это новизна, выраженная в глазах. Это драйв, это доброта, это именно любовь ко всему сущему в глазах. Мы очень часто путаем. Мы думаем, что сексуальность это, ну, не знаю, сексуальные позы, сексуальное белье, да, то есть сексуальное, не знаю, тело там, еще что-то. Вот что раньше для тебя, например, Сабина, была сексуальность? Ну, раньше это было понятие там глубокое декольте, там, не знаю, что-то очень короткое, да, в смысле, понятие сексуальности. И у мужчины тоже самое. Очень яркая рубашка каких-нибудь цветочков. Он пытался привлечь внимание. Для меня это было... Павлина. Девушки, если хотите быть сексуальными, приходите ко мне в магазин, я подаю женское эротическое видео. Ссылка будет в описании. Больших размеров? Нет, прям больших не. Ну и иди ты. На заказ? Не дам ссылку в описании. Я сделаю. На самом деле, с моей грудью тяжело найти. красивое белье. А я говорил своим менеджерам, давайте, а мне нет, нет, нет. Нет, нет, нет. На самом деле, женщин, которые сейчас нуждаются в этом много, во-первых, еще не забывайте, сейчас пошел бум на импланты, да, то есть девушки делают четвертый, пятый, шестой размер груди, то есть, и им тяжело подобрать белье. сексуальность, это абсолютно не то, что раньше мы представляли себе. Вань, что в твоем понятии раньше была сексуальность? Да, все же самое, что и сексуальность. Все, что связано с сексом. Ну да. А по сути, сексуальность, она вообще никак не связана с сексом. Это больше, реально, та же самая похоть, там элементарно девушка, которая, может быть, не в декольте и очень прилично одета, но у нее бывает взгляд, когда вот она хочет всех, но это не, да, вот. Что же произнес это слово? Блядский взгляд. Блядский взгляд. Да, вот бывает, в смысле, ты будучи девушкой, видишь, то, что у нее такое взгляд, что она сейчас, вот если она кого-нибудь поймает, она будет изнасиловать. И дело в том, что мужчины от такой больше шарфов, они боялись вот этого взгляда тоже. Им казалось, что они сексуальны, что они привлекают там, глазами, бровями, языком, вот, но мужчины от таких бежали. Я прям, я наблюдательная, ты знаешь, я наблюдала за всей этой картиной, думаю, ничего себе, она все, картина сексуальности нарисовала. Ну да, у нас, потому что неправильное понятие, вообще, что такое сексуальность, но именно сексуальность, которая в благости, так скажем. которая привлекает не просто там для похоти, да, а которая привлекает для того, чтобы друг друга наполнять. Слушай, но тем не менее, тенденции, типа, силиконовая долина, они как бы растут, и типа, это привлекает мужчин, и женщин, поэтому делают, типа, все это. Тел, не только там, груди, губ, и так далее. Подожди. Хорошо, давайте сейчас проведем. Нравятся тебе сделанные губы? Когда без перебора? Когда без перебора? Натуральность. Мы тоже как бы сейчас находимся на Бали, здесь люди как бы, собрался круг людей, которым более-менее нравится что-то естественное, но если посмотреть мировую тенденцию, то это все равно как бы женщины уже переваливают за баланс ну, типа, нормы. Ну, смотри, опять же, да, погоня за тем, чтобы нравиться мужчинам ни к чему хорошему не приводит. Потом, почему, но почему женщины рвутся за этой, в этой погоне? Здесь немножко уже другую тему нужно затронуть. Заполнить пустоту внутри, еще что? Любовь к себе, питание. И еще что? Чтобы их содержали. Вот. Первый, основной критерий, почему женщина начинает ломать и уродовать себя под мужчину, потому что она хочет найти того, кто будет ее содержать. Да, она думает, что я сейчас инвестирую в себя, и тогда... Я найду мужика, который инвестирует. Или найду мужика, который как бы будет в меня инвестировать. Так это же так дорого, не проще найти деньги просто жить. Нет, я еще разговаривала с одним фактическим хирургом, и он мне сказал, что ко мне приходят женщины делать импланты, и говорят, что сделай мне такой имплант, чтобы его было прям видно, чтобы видно было, куда я вложила деньги. Лучше, чтобы она книжек накупила, Да, да, да. И больше шансов было бы найти их потом. Ну, видимо, до этого она не догадалась, а до имплантов она догадалась. Вот здесь третью сделали, видно было, куда я вложила деньги. Понимаешь, и вот этот момент, почему женщины начинают себя ломать, так скажем, резать, корежить под мужчин. И я не думаю, что это желание такое большое мужчин. Но если он так хочет надувную куклу, то есть сделанную под себя, то представь, что в жизни будет. Так это же работает, мужчины этого хотят, и женщины делают это для них. То есть это не про нас, но про тех мужчин, которые выбирают этих женщин. Я могу объяснить, почему мужчины этого хотят? Когда с тобой девушка выглядит дорого, и ты приходишь с ней в компанию, ты можешь выглядеть как угодно, но когда по ней понятно, что это дорого, все понимают, кто ты. Это шо оп, это же не натурально все, это же все в масках. Ну, это же дорого. Все живут в масках. То есть, изначально они не ведут девчонку в свою компанию, потому что они не скажут вау, то как бы вопрос, что-то там у него не так, нет? У него программа «Заслужить любовь». Я сам, когда я проживал то же самое. У тебя какая программа? Ну вот. Поэтому ты понимаешь. То есть, «Заслужить любовь» они пытаются заслужить любовь всех. То есть, опять же, «Заслужить любовь» она делится на две части. Первая часть – это те, кто хочет заслужить любовь всех, а вторая – это кто хочет заслужить любовь только тех, кого они уважают. Ты сейчас, наверное, тех, кого уважаешь, заслужить любовь. А раньше всех… То есть, внутри своей даже программы мы можем меняться. Например, раньше мне хотелось быть уникальной, то есть, доказатели могут быть за уникальность и за правоту. Теперь мне не хочу быть уникальной, я хочу быть правой. когда у меня доказательство, я хочу быть правой. И вот здесь оно тоже меняется. Вот Никита, например, доказатель за уникальность. То есть, экстраординарный такой, чтобы все его видели и думали, «Вау, это Никитос, он уникальный!» Смотри, аж улыбался. Так зарабатывает программа. Вика, у тебя какая программа? Хорошая девочка. Странно. Ну, там странно, потому что наше обсуждение с темы на тему, с темы на тему, и в общем мы пришли, что я хорошая девочка, но не знаю, так или не до конца времени. Потому что много резонирует разных программ. То есть, та Вика, которая была тогда и сейчас, это две разные. Может быть, ты лозунгами очень много говорила? Потому что я бы тебя вычленила как гордыню. Она говорила между гордыней, между заслужить любовь. Но и с назнанием ты идешь сто процентов гордыней. Потому что у тебя ты либо впадаешь в жертву, знаешь, почему ей было тяжело с тобой? Потому что ты лозунгами очень много еще живешь и говоришь. Что это значит? Что значит? Чем больше человек в осознанности, так скажем, чем больше он знает, как должно быть. Вчера у меня был разговор с одной моей клиенткой, она сейчас идет ко мне на индивидуальное наставничество. они очень богатые состоятельная пара и она говорит, я со всеми говорю лозунгами, я прям понимаю, как надо правильно говорить, а с тобой я не хочу, я раз иду к тебе и плачу такие деньги, я хочу вот говорить как есть. Я говорю, так это и правильно, иначе я тебе не смогу помочь. В основном они живут, знаешь, ты на них смотришь, ты такой думаешь, еба, мама, задолбали уже эти убуданутые, потому что это идет не через настоящесть, считывается как фальшь, понимаешь, потому что ты знаешь, как должно быть, надо нести любовь, надо как бы еще что-то, да, то есть, как бы, как говорят, как должно быть, но это еще не стало твоим, но ты пытаешься как бы это транслировать. На подсознательном уровне, осознанно я этого не делаю. Делаешь. Хорошо, что у меня есть. я говорю, делаешь? Постоянно. Я даже один день, я один день посмотрела твои сторисы, ты в белом пальто. Ты полностью в белом пальто. Хорошая девочка? Да? Буквально, сутки? То есть, как бы, Лера, кстати, тоже белое пальто частенько одевает в сторисах, ну, где-то процентов на 40 одевает. Я иногда смотрю, думаю, блин, Лера, ну, нафига ты одела опять белое пальто? Можешь написать что это? Я могу открыть архивы своей сторисы, покажи мне. Я тебе ткну везде, где она там. Ты сразу это пиши, нет, комментарии. Хорошо. Что такое белое пальто? Когда это не то, что например, вот я очень долго была в белом пальто для своих подписчиков, когда не говорила о том, что я курю. Мне казалось, ну, что, блин, но гуру ведь не должен курить. И я такая, я эту тему замалчивала. И такая вся. Я никогда не осуждала, конечно, никого за то, что не курит, потому что знала за собой этот грешок. Но при этом молчала и делала вид. И везде прятала пепельницы, сигареты, знаешь, такая вот вся такая правильная, знаешь. Сейчас я говорю о том, что я курю. Понятно, что я не буду курить в прямых эфирах, я не буду, ну, как бы, выставлять специально там сигареты или еще что-то. Но я себе разрешила вот быть такой. Я не считаю, что это нужно транслировать на весь Инстаграм, потому что это иначе будет пропаганда, да, какая-то, то есть, как бы, хотя я наоборот считаю, я сегодня ходила, говорю, как я хочу бросить курить. То есть, я хочу реализовать весь свой излишний потенциал, чтобы не сливать его вот через сигареты. Или, например, да, я могу там, раньше тоже ходила такая вся, у меня самая идеальная семья. Ну, типа, что, у меня все идеально. Это я уже утрированные прям примеры. я позиционирую себя как личность, которая не являясь на самом деле. Да. Это и есть белое пальто. Это маски. Но, а из-за того, что ты гордыня, тебе нужно быть самой. Доказать, что это другие? Доказать какую-то часть, которую я не знаю? Не то, что доказать, а просто быть самой лучшей. Я не знаю. Это программа. Ну, типа, знаешь, как достигатор? Это гордыня. Это не достигатор и не доказатель. Это именно гордыня, которая говорит, что я самая лучшая. А раз ты самая лучшая, то значит, у тебя должны быть самые лучшие сторисы, самый лучший, не знаю, парень, самый лучший, там, не знаю, там еще что-то. И даже, если ты прибежала последней, как я все время смеюсь, то ты все равно бежала самая красивая. Да, я прибежала последней, но самой красивой. Самый последний. Самый последний. Ну, тут с достигаторством резонирует. То есть, я всегда доказывала, что я вот могу, посмотрите, обратите на меня внимание. Вот родители меня не воспитывали, вот смотрите, что вы потеряли, я все умею, я все могу, вот я первая, вот такое было. У достигатора нет желания быть первым, чтобы ты понимала. У достигатора желание достигнуть цели, а у гордыни желание быть первой. Почему доказатели с гордынями, особенно те, которые зацеплены за уникальность, воюют? Потому что, ну ты же уникальный, а тут она какая-то первая, понимаешь? Неприятно, скажи. А какой выход с программы? Только любовь. У всех? У всех. А смысл тогда понимать, что это будет? У всех на самом деле, но у тебя заслужить любовь, у тебя первая очередь прочувствовать, что тебя Бог любит просто так. Ты не чувствуешь. Вот смотри, Антон Бардаковский, посмотри его интервью на ютубе, он тоже заслужит любовь. И он мне сказал такую вещь, что благодаря тому, что я могу быть в твоем поле таким, какой я есть, и мне не нужно заслуживать любовь, он говорит, я понял, что такое, когда тебя любят, безусловно. То есть, он говорит, я единственное место, в котором, после родителей, в котором мне не нужно заслуживать любовь. одевать на себя маски, быть каким-то другим, то есть, что я могу быть таким, какой я есть. Бардаковский, Антон Бардаковский, его интервью есть на ютуб-канале. С тобой, Антон? Да. Вот он заслужит любовь. Мы с ним очень классно все это разобрали. Очень многие моменты, понимаешь? Поэтому у заслужить любовь у вас немножко другой выход. Любовь это как бы у всех, но как сбросить программу? У тебя сначала почувствовать единение с Богом, почувствовать любовь к себе. Это прям вот у тебя must have, то есть, то, что ты должен реально любить себя. Тебе это будет сложнее, например, чем даже Лере, да, удобной. А что в твоих можно, да, что в твоих словах любовь к себе? Любовь к себе это первое, принятие себя таким, какой ты есть, со всеми достоинствами, недостатками. Второе, это прощение полностью себя. Это избавиться от зависимости и от желания наслаждаться другим человеком и получать через этого человека удовольствие. В зависимости какие? От человека или любые другие? Именно от человека или от ситуации, например, или от того, что... Смотри, кто-то... Сейчас просто постараюсь объяснить. Мы все до кода любви к себе 4.0 мы все являемся кем? Энерговампирами. Мы хотим, чтобы люди доставляли нам удовольствие. неважно, моральное, физическое, эстетическое, духовное, но чтобы они нам доставляли удовольствие. И мы начинаем на них виснуть, потому что до 4.0, до кода любви к себе 4.0, мы не связаны с создателем. Переседь пока где архана нету. 7.0, и даже от 7 до 8 идет еще там. Ну, это прям... Я пока таких не видела. Чтобы вот прямо от 7 до 8 уже дошедший, да, такой, по любви к себе. Это значит, что тебе не нужны люди для того, чтобы чувствовать себя в любви, для того, чтобы чувствовать. То есть ты легко можешь отпустить человека, ты за них не зацеплен, ты не будешь... Вот я привожу такой пример. Я очень люблю свою маму, но при этом я принимаю, что если ее путь закончится, я ее отпущу. И я буду благодарна за тот период, который она была со мной. Непривязанность. Она начинается когда? И ожидание тоже убирать. Это все идет, вот каждая ступенька идет. На каждую ступеньку у меня есть курс, чтобы ты понимала. себе тоже это делать каждое свое действие в жизни осознанно и с любовью. В первую очередь к себе и к миру. Спрашивать, да. А будет ли это мне создавать? А будет ли это создавать миру? А делаю я это из любви или из желания кому-то навредить, отомстить, доказать, не знаю, понтануться? В твоем случае тебе очень часто нужно спрашивать, а делаю я это из любви или я хочу понтануться? посмотрите на меня, какая я классная. Почему, например, у Вани он наоборот, он приходит в какую-то компанию, он хочет, чтобы его любили, да, он не будет понтоваться, он не будет выскакивать, он не будет как бы, потому что иначе он же не получит своей любви. Правильно, Ваня? а он будет пытаться подстраиваться, но что происходит в моменте, когда человек не получает заслужить любовь, не получает свою любовь, он уходит в тирана. Не даешь добровольно, у нас Архан тоже заслужит любовь, если Сабина не даст ему добровольно любви, он из нее его вытрясет. Выбьет, как полоска. Давай, вы часть моей любви Да, 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 то есть, это так, это как раз влияние программы, то есть, например, если Никита будет пытаться доказать, доказать, что он любит и что ему нужна любовь, ну, предположим, вот мы с тобой Никит пара, да, то есть, как бы, мы с тобой пара, и ты пытаешься доказать свою любовь, да, и получить доказательства моей любви. В какой-то момент, когда ты поймешь, что этого не происходит, у тебя уйдет пофигизм, тебе просто станет ровно, ну, и вообще, ну, и не надо, да, и горишься синим пламенем. Ты не уйдешь тирана, ты не будешь, там, не знаю, как бы, заставлять ревновать, там, или еще что-то, да, тебе станет просто пофигу на этого человека. Есть такое, а как вот? Пофигизм, кстати, для нас самый страшный, чем даже доказательства. Пока доказательства, мы сливаем меньше энергии, в пофигизме мы сливаем огромное количество энергии, потому что это не любовь, и мы его не чувствуем, еще самое страшное, мы пофигизме не чувствуем, вот у нас, что, Сабина доказатель, ты доказатель, Катя, я и Леша, то есть, как бы, у нас пять доказателей здесь собралось, представляешь, и мы реально не чувствуем, когда мы в пофигизме, нам кажется, да, все ровно. Это есть каждый день? Нет, ты одна. Такая, ура! Ты уникальный! А я сняла! У нас есть целый чат гордынь, где они друг с другом общаются. Не разговаривали. Нет, у нас есть, на самом деле, я создала все чаты по каждой программе, где-то больше, где-то меньше людей, но гордынь, где-то человек 70 уже собралось, и они делятся друг с другом, рассказывают, где у них гордыня, или где в жертву. Как попасть в этот чат? Как попасть в этот чат? Напиши Маше, она тебя пригласит в чат гордынь. Вот. Нет, пригласят, и ты такой, ой, и все, надо. Как вам тебя кланки? Добро пожаловать. И, кстати, гордыни очень любят тусоваться с гордынями. Вот это ты зря. Они друг друга, знаешь, как хорошо понимают? У них целый клан. они реально, они прям дружат классно, они друг друга понимают с полуслова. Мне с доказателями легко, потому что мы друг друга понимаем с полуслова. Скажи, Сабин, вот как будто бы я начинаю, ты продолжаешь. Так же и Леша, так ведь? Что мы понимаем эмоции. Знаешь, забавно, если гордыни так хорошо общаются, потому что каждый из них хочет доказать, что она намного лучше друг киев, чем друг киев. Но она же внутри себя, это думает. Мы понимаем, что мы все здесь на равных, тут уже, в принципе, никто не вытыкает, просто понимают друг друга очень хорошо. Но они все равно внутри каждая считает, что она уникальная. Вы, конечно, рассказываете, но я уже знаю. Да, да, да. Гордыня, это когда находится некрасивую подружку, чтобы на фоне сделать этапы, и про это, и про то, что она считает себя самой красивой. У них очень шикарная самооценка. То есть, как бы, Катя постоянно говорит, где найти такую самооценку. То есть, как бы... Но это не про меня. Внутри при... Но ты как в жертву скатываешься. В жертве вы считаете себя самыми некрасивыми, самыми несчастными. Не знаю, не такой... Может быть, раньше. Я не знаю. Я не такая. Я уникальная. Твой метод не подходит под меня. Вот всех ты можешь чекать, а вот меня нет. просто и анализируют свои какие-то внутренние процессы и понимаю, что... Они не признаются, У них самое сложное. Ты знаешь, сколько уходит? По месяцу, по два как бы они сопротивляются тому, что они гордыня. Они натягивают на себя разные маски, роли, пытаются... Пока все не перепробуют. А потом уже все закончат. А я в этом была уже. Да. Это уже все. Им, наверное, еще сложно так назвать снять русы, когда вот рассказать то, что прям вот дискредитируют. А Вика называет это эго. Может быть, это и есть гордыня? Можно сказать и так, да. Окей. Потому что это проявлено очень хорошо. Эго. Ты ей там палец показывал, где она я-я-я. Да, она молодец. Он наложил на нее аскезу. Да, она сама она сама ничего не делала. Нет, я ничего не делала. Я сманипулировал. Я предложил. Да, да, да. Гради на помощь. Она не играет я. Мы были на сухом голодании. Да. 36 часов он и я 33. И как? Прикольно. Сама лопатичку после 36 часов пьешь, не пить. Не пить не есть вообще. Ну вообще, кайф. На 33 часа... Чувствуешь ты сам, что легче тебе стало? Процентов 30 почистилась. Ну тебе с солью надо в ванной каждый день. Да. Я тебе говорю, тебе надо из тела вытащить еще. Да. Всем спасибо, кто смотрел, кто присутствовал. Напишите ваши комментарии, пожалуйста. Какие у вас были осознания. Тут пишут, так что такое стыд?